Давайте тогда познакомимся про себя. Меня зовут Аня Стоценко, я собственник рекрутинговой компании Indigo. Мы уже 13 лет занимаемся подбором IT-персонала в Украине и по миру, заводим сюда стартапы и строим R&D команды. Практически все это время работаем удаленно, поэтому сейчас в период карантина ничего не поменялось в нашем мире, мы все так же работаем кто где. Я 19 лет в HR, я 15 лет в IT, у меня 4 образования в трех странах. Первое образование я сама из Днепра, я училась на железнодорожниках, второе образование я училась в Москве на культуролога, третье образование я училась в бизнесу и управлению проектом в Израиле и сейчас я учусь на MBA, какие в Могилянке. Ну, то есть я такой вечный студент. В принципе, я, когда к вам готовилась, решила немножко порефлексировать к нашей беседе и повспоминать, кем я работала и чем, собственно, я зарабатывала на эту жизнь. И у меня был разный карьерный путь, я была офис-менеджером, и промоутером, и логистом, и были разные у меня в роли в HR, и сорсеры, и рекрутеры, HR-менеджера, HR-директор. И я сейчас выполняю роль ментора, коуча, тренера, методиста, был у меня опыт сейла, маркетолога, бухгалтера, ивент-менеджера. Я не слышна только с вами или кому-то еще не слышно меня? Давайте сейчас остановлюсь, чтобы понимать. Слышно. Окей. Тогда это какая-то локальная проблема. Писала тексты, продолжаю консультировать бизнес. Иногда есть у меня такое хобби, как дизайнер интерьера. Я на этом тоже иногда монетизирую это свое хобби. Художник, я рисую картины, иногда тоже это получается монетизировать. Я работаю операционным директором, директором, генеральным директором. Последние годы я скорее предприниматель и инвестор. У меня уже ментальность такая более предпринимательская. Но, тем не менее, в карьере. Если еще что-то про себя, я до 28 лет не могла себе позволить путешествия. Я много работала и как-то и училась, и мне не хватало ни времени, ни финансов для того, чтобы посмотреть мир. А вот с 28 лет, это как раз был прошлый кризис 2008 года, я решила, что самое лучшее, что я могу для себя сделать, это вложить еще время и усиливать, в свое образование и поехала учиться в Израиль на годик. Мне кажется, это хорошее время в периоды кризисов, когда сложно искать работу, просто обращать внимание на себя и инвестировать в свои скиллы, в свои знания. Это потом очень классно возвращается. И с этого момента начались мои активные путешествия по миру. Я много путешествую. Я посмотрела мир от Японии до Антарктиды. Я люблю интересные, не банальные путешествия. Я могу пожить в монастыре, потрудиться, поехать к шаманам в Перу, пожить в Ашраме в Индии, поучиться, поехать на Кубу, учиться с Альси. Ну, в общем, честно могу сказать, что это здоровский опыт, когда есть возможность путешествовать и расширять мир и расширять свои горизонты. Вот. И честно, давайте я скажу, когда я готовилась к этой презентации. Я немножко зачитила, и у меня будет презентация, но вы увидите, она будет простая. Я подготовилась за пять минут, и я решила подумать семь таких таких важных, даже не советов, потому что мне кажется, что самые лучшие советы – это мудрые вопросы, которые вы сами задаете себе о вашем будущем, о вашей карьере, о том, куда вы хотите двигаться, чего вы хотите достигать и где вы хотите оказаться через какой-то большой промежуток времени, каким вы хотите быть через большой промежуток времени. Поэтому я подготовила для вас семь вопросов. Я их буду задавать, и я очень хочу, чтобы вы слушали и сразу про себя попытались на них ответить одновременно с тем, кроме того, чтобы слушать. Если нет, просто потом вернуться, еще сделать свою какую-то домашнюю работу, отвечая на эти вопросы. Перед тем, как отвечать, давайте немножко определимся, что такое карьера. Есть такое слово «карьерист», и обычно оно в такой негативной коннотации, типа «карьерист» – это какой-то такой корыстный человек, который карабкается по карьерной лестнице, по головам своих коллег ради какой-то славы, власти и денег. И вообще довольно часто в мире существует образ карьеры как некая лестница, что ты где-то здесь внизу, и потом ты вот там как-то растешь вверху, у тебя там все блага, и ты чемпион, ты молодец, ты достиг этого. Я считаю, что нет. Если говорить метафорически, то карьера – это путешествие. Это ваше путешествие по жизни через обучение, работу, самореализацию и служение, как бы это высоко ни звучало, посвящение себя каким-то идеям и людям, и принесение пользы. И вот это, на мой взгляд, это карьера. Это вот то, как вы путешествуете по жизни через вашу социальную реализацию. Это интересный путь, это важный путь. И хорошо бы на старте, знаете, так крепко помыслить и позадаваться важными вопросами, а куда я иду, а про что я, а к чему я хочу прийти. И вот первый вопрос, это вот, кстати, вот это я уже начинаю читать со слайдами, видите, просто единичка на первом слайде. Это какое-то, знаете, такое облако вопросов о себе, о себе глубоко. И хорошо бы на старте понимать, какой, какая я, о чём я мечтаю, что мне важно, какие мои ценности, что меня вдохновляет, что меня мотивирует, что делает меня счастливым, чего я боюсь больше всего на свете, о чём я буду сожалеть, если я этого не попробую. И вот просто попытайтесь взять из бумаги ручку, карандаш и ответить на эти вопросы. Просто попытаться познакомиться. Спасибо, Ника, мне тоже нравится такой формат презентации. Просто познакомиться с собой. Это важно, потому что то, какие вы, это на самом деле ваш самый главный актив и ваш самый главный ресурс. Какие вы, не в плане даже ваших приобретённых знаний, навыков, компетенций, какие вы по жизни, в какой семье вы родились, в каком окружении, как вас воспитывали, какие у вас есть остановки и убеждения, потому что они простраивают нашу жизнь. Они как-то, исходя из этого, мы принимаем какие-то решения. Что-то для нас становится важным, что-то становится неважным. Что-то мы видим, и нам это нравится, что-то, наоборот, нас отвращает. Поэтому первый вопрос – это вопрос о себе. Очень глубоко. Второй вопрос – это вопрос о смыслах. Ради чего? И, например, мы все ищем вот таких, знаете, каких-то очень простых таблеточных решений. Делай раз, делай два, делай три. Составьте резюме так, добавьте в этот список это. Пойдите, посмотрите на таком-то сайте, какие есть курсы тестировщиков. То есть какие-то, знаете, очень простые ответы, начинающиеся с вопроса «как». Но перед «как» всегда стоит очень важный, вообще краеугольный вопрос, который называется «зачем?». И, например, даже в теме нашего общения, нашего вебинара «Как начать карьеру в IT?» правильно вы знаете сформулировать для себя, «зачем мне начинать карьеру в IT?» «Зачем?». И есть такой метод, он называется «5. Зачем?». Давайте вы кто-то, кто готов подключиться? Кто сейчас готов? Смелый, кто? Давайте попробуем пройти с этот метод «5. Зачем?». Напишите первый. Давайте. Давайте. Вот ответьте нам, пожалуйста, «зачем вам начинать карьеру в IT?». Давайте все. Окей, давайте. «Зачем вам начинать карьеру в IT?». Класс. «Чтобы реализовать себя и свои мечты?». А зачем вам реализовывать себя и свои мечты? Второй уровень, второй уровень погружения. Все. Все, кто хочет, отвечайте, будет здорово. Ну, я буду просто озвучивать то, что отвечает Стуся, потому что она у нас была самая первая и вызвалась. «Зачем вам реализовывать себя и свои мечты?». Класс. «Чтобы чувствовать себя полноценной и успешной. Знать, что я чего-то достигла. А зачем вам чувствовать себя полноценной и успешной? И знать, что вы чего-то достигли?». Видите? Все не так просто. Это очень глубоко, да? То есть сразу не ответишь. «Допустим, давайте, зачем?». Один. «Зачем чувствовать себя полноценной?». И вот почувствовали, да? Я дальше, наверное, не буду делать какую-то вложенность и продолжать там «зачем, зачем, зачем?». Но в какой-то момент вы начинаете находить истинный ответ от того, что вас двигает по жизни. Что принимать себя, да? И дальше мы можем опять же спросить, а зачем мне принимать себя важно? Зачем мне важно принимать себя? Поэтому перед тем, как вы что-то начинаете делать, например, вы пишете резюме. Давайте не будем идти такими большими, сложными масштабами. Вы начинаете составлять резюме. «Зачем я составляю это резюме?». А это мне зачем? А это мне зачем? В какой-то момент вы дойдете до такого, знаете, ответа, который для вас будет очень ценностным, заряженным, важным, и он вам объяснит вообще, а зачем это, собственно. Вот. Третий вопрос. Это хороший вопрос. Это такой, знаете, на растяжечку. Где находится география для реализации моего потенциала? Где находится география для реализации моего потенциала? И это могут быть разные ответы. Вот просто посмотрите, шире вот есть земной шар, да? Есть, давайте начнем, есть страна, в которой вы живете, есть город. Да, есть там область, есть какая-то там, я не знаю, скандинавские страны, например. Да, это уже группа стран. Есть континент, допустим. И вот посмотрите, где находится география для реализации вашего потенциала. Потому что чем шире мы смотрим на этот мир, тем больше он для нас раскрывается. И вот я точно понимаю, что география там для моей реализации – это мир. Но я начинала с города, потом у меня была страна. И тогда возникает дальше, да, там начинается какое-то размышление. Окей, если я хочу реализовываться там в своем городе, что мне для этого нужно? А если я хочу реализовываться в стране, что мне для этого нужно? А если я хочу реализовываться в мире, то что мне для этого нужно? То есть смотрите больше, мечтайте больше. Даже на старте своей карьеры, когда вы только начинаете, когда важно получить первую работу и первый опыт, какой-нибудь стажера, джуниру и так далее. Но просто опять же мы помним, да, зачем и где широко, к чему мы хотим прийти. И у нас следующий вопрос. Так, следующий, четвертый вопрос. Чем я хочу заниматься долгий промежуток времени, даже если мне за это не будут платить деньги? Вот так вот. Чем я готов и хочу заниматься? И долго, и мне даже вот не важно, будут мне за это платить деньги или нет, но я хочу это делать. И вот посмотрите на это. Это очень интересно. Вы можете найти очень интересный ответ. Там могут быть абсолютно неочевидные для вас такие. Например, кто-то захочет рисовать. И оказывается, это тоже можно монетизировать, и можно в этом строить карьеру. Кто-то захочет, не знаю, делать города разумными. И это урбанистика, допустим. Вот. Поэтому хороший вопрос. Идемте дальше. А потом я поотвечаю на ваши вопросы уже более конкретно. Следующий вопрос. Кто может стать для меня учителем и помощником на пути? И про что это? Это очень важно на самом деле. Приглашать в свою жизнь учителей, менторов и наставников. И находить для себя ролевые модели, на кого вы хотели бы быть похожими, и кто вас вдохновляет. Это могут быть люди в вашем близком окружении. Это могут быть какие-то, не знаю, там, люди, про которые просто публичные, про которых можно почитать, изучить их карьеру, их путь и понять, за счет чего они достигают успеха. Как они начинали. Попросить у них советов. Потому что я уверена, что в вашем окружении есть много мудрых людей, которые уже проходили этот путь, который вы только сейчас начинаете. И у которых будут ответы на те вопросы, на которые у вас еще пока ответов нет. И вот этот способ взаимодействия в нашей культуре так не очень принят. Раньше, знаете, там всегда были старшие, которым можно было прийти и спросить совет. Сейчас мы считаем, что мы самые умные. Это здорово. Но попросить помощи, попросить совет, это важно и очень круто. Следующий вопрос. Кому я могу помочь? И это очень крутой вопрос. Кому я могу помочь в его карьерном пути? В достижении его каких-то карьерных целей, амбиции, мечтаний? И это здорово, потому что есть два типа людей. Есть люди, которые берут, и есть люди, которые отдают. И вы увидите, как будет интересно меняться мир, когда вы будете отдавать. Потому что есть два круга, да? То есть есть какой-то объем, который мы можем держать. Это как бы зона нашего проживания, этого мира. Внутри это зона нашего влияния. То, на что мы влияем. На свое настроение, на свои поступки, на свои действия, на свои мысли, на свои чувства. Вокруг нас окружает такая зона забот, скажем так, политика, будущее, экономика, экология. То, что мы не влияем, но то, что нас тревожит. И когда мы увеличиваем зону своего влияния и вытесняем эту зону забот, то мы можем действовать больше, получать больше, поступать шире, знакомиться с новыми людьми и возможностями. То есть просто поменяйте. То есть что я могу? То есть могу я повалонтерить, например, сейчас? Если я не работаю, все равно там сейчас не получается. Могу. Могу я подсчитать книгу и получить новые знания? Могу. То есть я этим управляю. Я на это влияю. И последний вопрос, седьмой вопрос. Их на самом деле больше. Я вам в конце дам список, где можно еще подчеркнуть, вдохновиться, там 100 вопросов о карьере. Какие знания и навыки мне необходимо развивать сейчас, чтобы прийти к моей цели? Это тоже хороший вопрос, потому что развиваться можно бесконечно. Путь совершенства, он длиной во всю жизнь. Но что конкретно сейчас, вот это прям, это важно. И тоже сделали список и посмотрели, окей, как я могу получить эти знания. Когда я готовилась к нашему общению, я у себя на Фейсбуке спросила у ребят, которые уже там в IT, предприниматели, собственники бизнеса, директора, HR, посоветуйте себе, 17-20-летнему, дайте какой-то самый главный совет насчет своего будущего и профессиональной реализации. Что бы вы себе сказали, оборачиваясь назад? И вот смотрите, ну вот это ничуть, нет, этот совет ребятушки не согласна. То есть больше алкоголя, наркотиков и случайного секса, карьера никуда не денется. Нет, секс должен быть защищенный, наркотики только легкие, только в тех странах, где они разрешены. Вот, но как бы давайте такие антисоветы, это тоже как бы советы. Но народ начал писать очень важные и хорошие вещи. Не стесняйтесь стучаться во все двери, смотреть на мир глобально, какие есть возможности в мире, да, мы про это говорили, и английский. Смотри только в будущее, а не в прошлое. Будь смелым и не понтуйся. Начиная учить ингуешь, и не останавливайся, пока не сможешь переговорить любого нейтива. Все кино и сериалы только в оригинале. Сказала бы, учи английский, и не обращай внимания, когда тебе говорят, что рисованием на жизнь не сможешь заработать. Учись презентовать свою работу, ввязываясь в любые проекты, которые дадут тебе этот навык. Тут много советов. Марина Авилова. Замени страх любопытством. Отличный совет. Изучай английский. Вы видите, ребята, я на самом деле вас подвожу к тому, что язык очень важен. Антон говорит, следите за здоровьем. Это важно. Дима пошутил, продавая биткоины на отметке 19, но я с ним согласна, если бы была такая возможность. Витя советует, если ты в какой-то сложной ситуации, сам не можешь ее в корме поменять, вали оттуда. Само не рассосется. Поэтому верь, старико Мерфи. Окей. Это мы уже практически к концу советов. Еще немножко от меня. И дальше я уже буду готова отвечать на ваши вопросы. Постарайтесь заглянуть в будущее. Так далеко? Давайте так. Первое. Про советы. Это как вдох и выдох. В какие-то моменты нам подходят одни советы по жизни, в какие-то моменты подходят другие. Поэтому будьте очень внимательны и ответственны в плане того, какие советы вы примеряете на себя. Потому что кому-то я бы хотела посоветовать быть более смелыми, и это важно. А кому-то наоборот, быть более скромными, и это важно в данном этапе. В какие-то моменты по жизни можно говорить больше слушай других, а в какие-то моменты говорить абсолютно противоположное. Больше говори сам, больше самовыражайся. Поэтому в плане советов это как вдох и выдох. Вы в разные периоды жизни будете нуждаться в разных, может быть, абсолютно полярных советах. Но что бы я вам хотела от себя сказать? Постарайтесь заглянуть в будущее как можно дальше и помыслить, какое оно может быть. Какие вы через 10 лет, через 5 лет, через 3 года будете важны и нужны на рынке труда? В чем себя вы сможете реализовать? То, что я вижу, то, что куда движется весь мир, что нужны будут люди, которые глубоко в технологиях и глубоко в людях. Потому что мир все дальше становится более технологичным, и люди все больше познают себя. Соответственно, такие сферы знаний, наук, как науки, очень важны, кстати, очень важны. Математика, физика, биология, медицина, психология. То есть все, что очень глубоко про технологии и очень глубоко про природу людей. Все это, потому что еще это стыкуется, то есть биотек, наука про людей и про технологии одновременно. Есть такая штука, называется lifelong learning, то есть обучение длиной в жизнь. Учитесь постоянно. Мир такой быстрый, он так часто меняется. Не фиксируйтесь на чем-то. Приобретайте разные скиллы и развивайтесь в них. Развивайте некогнитивные какие-то софтовые скиллы. Навыки, скиллы, навыки. Критическое мышление крайне важно. Знаете, когда там, например, встречаются самые мудрые люди на Всемирном экономическом форуме в Давосе и каждый год пытаются помыслить, какие навыки в будущем, future of skills, например, актуальны, критическое мышление всегда в топ-5. Мы живем в таком мире постправды и таком количестве информации, что очень важно уметь в этом разбираться и находить собственные ответы. Поэтому критическое мышление, умение работать в командах, потому что все дальше успеха достигается через командную работу, а не через какие-то индивидуальные личные достижения. И креативность – это то, что технологии и искусственный интеллект не может у нас забрать, у людей. Это вот такая креативность. Право на ошибку. Факапа – это прекрасно, ребята. Все, что вы везде, где вы будете, не знаю, набивать шишки, становиться на грабли, у вас что-то будет не получаться, вы будете падать и разбиваться. Вот, это супер, это прекрасно, это такой бесценный опыт, это такие инвестиции в свое развитие, в понимание, как можно по-другому. Поэтому пробуйте и ошибайтесь. У нас много израильских клиентов, и когда я сравниваю, например, израильских предпринимателей и украинских, или американских предпринимателей и украинских, это небо и земля. Мы все как-то такие выросли, знаете, в школьном подходе, что 5 – это хорошо, а 2 – это плохо. Поэтому если мы не можем получить пятерку, мы просто не пробуем. В Израиле, например, или в Штатах – это наоборот. Инвестиции получают те стартапы, которые до этого больше зафейлились, и больше раз у них не получилось, потому что инвесторы считают, что значит эти люди уже знают, как нельзя, как неправильно, и знают как можно по-другому. Языки, ребята, английский, китайский, испанский, пожалуйста, это так важно, говорите с миром на одном языке. То есть если выбрать, разобраться, то есть, знаете, там, выучить какой-то конкретный язык программирования или язык, язык, и язык программирования вы доучите потом, потому что это правда важно. Если вы не владеете, как минимум, английским, вы ограничиваете географию своих мечт и реализаций. Когда вы будете входить в IT, будьте готовы к большому конкурсу, особенно сейчас. Это не страшно. То есть просто это такая некая конверсия воронка. Вам нужно сделать, я не знаю, 100 попыток, чтобы получить там одну, как бы один результат. Это нормально. Будьте настойчивыми, знаете, вот марафонцами. Карьера, особенно на старте, это марафон, это забег на длинную дистанцию. Поэтому у вас должно быть, знаете, хорошее дыхание, умение бежать на длительные расстояния, выдержка, уверенность в себе, пожалуйста. И, наверное, один из важных советов, которые, вот, наиважнейших, которые я бы была благодарна, если бы я их услышала, и мне бы сказали это какими-то не то, что я бы услышала, мне бы сказали такими правильными словами, чтобы я их услышала в свои 17, 18, 19, 20 лет, освою финансовую грамотность. Научись управлять финансами. Пойми, что финансы – это тоже инструмент. И учись планировать свой бюджет, учись откладывать деньги на будущее, неважно, сколько ты зарабатываешь. Потому что если вы… Ведь это же так здорово – находить свою реализацию не от нужды и недостатка, потому что тебе сейчас нужно заплатить за квартиру, за проезд, у тебя много финансовых обязательств, а потому что тебе хочется именно вот это. И ты готов дождаться этой карьерной возможности. И, понятно, на старте это кажется, ну как, я же вот только там от зарплаты к зарплате. Как это возможно? Ребят, это неважно. Управлять финансами сложно и на 100 долларов, и на 500, и на 1000, и на 5000. Потому что в этом нужно быть разумными и нужно понимать, как это делать. Поэтому финансовая грамотность, пожалуйста, вот тогда вы, правда, вы сможете, у вас будет больше времени найти ту работу, которую вы хотите. Вы будете более спокойно переждать кризисы, которые, например, цикличны в экономике. Вот. И кто-то отвечал, да, там, про то, что я сейчас не знаю, в чем мое призвание. Ищите свое призвание. Это очень важно. Но при этом не зацикливайтесь на этом. Потому что если вы не можете найти смысл в том, что вы делаете сейчас, и вы не видите в этом смысл и важности, вы не сможете найти смысл и важность в большем чем-то. Вот. Я заканчиваю на этом вещать со своего броневичка. И очень хочу послушать ваши вопросы. Потому что, опять же, как я начинала вначале, сильные, мудрые вопросы на порядок важнее, чем ответы. Поэтому жду ваших вопросов, буду рада на них ответить. Спасибо. Так, где вопросы? Иначе мы закончим раньше, и у всех будет больше свободного времени. Это отлично. А какое мое зачем? Спасибо, Василий. Хороший вопрос. Вы знаете, для меня мое главное зачем? Зачем я что-то делаю? Для того, чтобы получать опыт. И я считаю, что я здесь для того, чтобы познавать какие-то разные краски, грани этого мира. И мне это очень интересно. И когда что-то приходит ко мне, я пытаюсь задать себе вопрос, а зачем, зачем я это делаю, а зачем я вот это делаю? В конце концов, я рано или поздно прихожу к ответу, потому что я таким образом живу и узнаю этот мир через какие-то свои эксперименты. Спасибо, Василий. Хороший вопрос. Вадим, как повлияло такое большое количество образований на Вашу жизнь? Так, вы знаете, по-разному. В какие-то моменты это мне очень помогает, в какие-то моменты мне это очень мешает, потому что, знаете, бывают, там были периоды, когда у меня было столько гордыни, мне казалось, Господи, я самая умная, я все знаю, я всем всех научу. Вот, и это оказалось неправда. То есть я не самая умная, я не все знаю. Вот, но что точно, в чем мне помогает образование, оно мне помогает очень широко посмотреть на мир. И это рождает принятие и понимание того, что может быть по-разному, и все имеет место быть. Так. Влада спрашивает, расскажите о профессии HR-менеджера. Чудесная профессия. Если мы говорим вообще о функции HR для бизнеса, как о функции, то там две цели. Привлечь правильных людей в компанию, чтобы компания могла расти, реализовывать свои стратегические цели, и удержать. И вот когда ключевые слова правильных, привлечь и удержать. Когда мы говорим привлечь ключевых людей, то это рекрутмент. Когда мы говорим удержать ключевых людей, правильных людей, это HR. То есть задача HR создать среду и культуру, не только его, но как бы в первую очередь HR, где люди могут раскрываться наилучшим образом, расти, обучаться, быть вдохновлены и замотивированы. И это вот про это проработает HR. Так. Как впоратись, Василина спитает, как впоратись с тем, когда тебе что-то не вдаётся, зрозумите, у вивчения, у вивчения чего? О, не побачила, зачитывайте. У вивчения программирования. Хороший вопрос. Дать себе время. Смотрите, как работает наш мозг. Ему нужно время выстроить новые нейронные связи. Не будьте к себе строгими, не будьте к себе критичными. Дайте себе, поищите по-другому. Например, если вы читаете книги, и у вас вы понимаете, что через книги вы не можете что-то понять. Во-первых, дайте время. И обычно мы усваиваем информацию во сне, как бы это странно ни казалось. То есть всё, что вы воспринимаете сейчас, когда вы учите, в какой-то момент нейронные связи выстраиваются, там, милотонит вырабатывается ночью, и вы потом всё это понимаете. Поэтому первое время. Второе – разные способы. Если не заходят книги, слушайте лекции. Если не заходят лекции, слушайте курсы. Если не заходят работать в группе, учитесь отдельно. Если не заходят просто слушать, пишите, составляйте какие-то майндмэпы. То есть найдите тот способ обучения, который эффективен именно для вас. Окей. Идёмте дальше. Можно ли совмещать IT с творческой деятельностью? Как это делать? Спрашивает Влада. Влада, чудесный вопрос. И можно, и нужно. Во-первых, смотрите, мне кажется, что творчество – это более широко, чем просто какие-то креативные профессии, которые типа художника, музыканта, не знаю, там, актёра и так далее, дизайнера. То есть творчество, оно во всём. Что такое творчество? Это когда ты из чего-то, то есть чего-то не было, и ты это создал, и ты это придумал, и ты это реализовал. И вот это творчество. И поэтому, мне кажется, в любой профессии можно быть творческим, в том числе в IT. Но если мы говорим, например, совсем технологии творчества, самая такая близкая связка, это, наверное, веб-дизайн, UI, UX и геймеры, то есть создание игр, именно сценарии игр. Это очень творческая работа. То есть вы представляете, вам нужно создать архитектуру игры, продумать персонажей, продумать, как всё будет развиваться, продумать, в каких мирах. Поэтому, если кратко, то любой вид деятельности можно совмечать творчеством, в том числе IT. Так, идём дальше и смотрим, что у нас по времени. Так. Что мешает увидеть истинное своё? Зачем? Спрашивает Авелина. О, ребята, спасибо за хорошие глубокие вопросы. Что нам вообще мешает что-то видеть по жизни? Когда мы видим не жизнь, а мы видим себя. и мы всё воспринимаем этот мир через проекцию своих каких-то убеждений, установок, восприятий. И часто мешает нам увидеть наши истины. Зачем? Наши убеждения. Ну, например, давайте, простите, такой гендерно-сексистский пример, но первый дурацкий пришёл в голову, что, например, убеждение там вместо женщины на кухне. Да, там. И всё. То есть, как бы, вот твоя там женская реализация. Это 100%. Она сейчас не актуальна, эта установка умирает и отходит, но где-то она ещё бывает просвечивается, да, там, и женщины делают какой-то вынужденный выбор между профессиональной реализацией и семьёй, потому что, как бы казалось, женщина должна жертвовать своей реализацией ради семьи. Нет, это не так. Поэтому хорошо работать с собой. Вот просто задавайте себе эти вопросы, просто знакомьтесь с собой, выделяйте время на саморефлексию. Находите людей, с которыми можно обсуждать, какие вы. И я думаю, что будет приходить ваша истина. И зачем? Так. Юля спрашивает, в чём предстояло столкнуться в начале пути? У всех по-разному. Вот, ребят, например, сейчас вы с чем будете сталкиваться, если вы сейчас в поиске работы? Это глобальная ситуация на рынке экономического кризиса, которая связана с коронавирусом. Это первый такой кризис в экономике и в мире, который бомбанул, связан с здоровьем людей. И это вообще, на самом деле, это очень интересное время, в котором мы живём. И как оно будет раскрываться, непонятно. И какие профессии будут нужны, потому что сейчас, когда мы смотрим, увеличивается уровень безработицы. И, конечно, страшно, а как мне в начале пути? Но при этом, опять же, смотрите, что открывается. И сейчас, например, чем, мне кажется, ребятам, которые сейчас в начале пути придётся столкнуться с тем, что будет более высокий конкурс на каждую позицию, что, возможно, сейчас будут актуальны такие подработки, как курьеры, например. И это тоже окей, и это классно. Работа на свежем воздухе полезна для здоровья. И это тоже возможно сейчас, например, если мы говорим не профессиональную реализацию, а финансовые какие-то решения своих вопросов. Это тоже окей. Поэтому сталкиваться придётся с разным, но, наверное, в первую очередь со своими страхами и ограничениями. Вот. Ника, как вы обучаетесь? Курсы, книги или универ? Я обучаюсь по-разному. Для меня важное обучение. Это какие-то кризисы, которые происходят. Например, у меня сейчас, поделюсь с вами, два кризиса. Это кризис в бизнесе, потому что у меня команда и ответственность перед своей командой и перед клиентами, и мне хочется её сохранить, и мне нужно понять, как сейчас организовать тот объём работы, которого раньше не было. И это такой мощный источник для обучения и развития, понимания вообще, о господи, как это решать. Вот. Личные какие-то вопросы, да, там я сейчас в завершении своих отношений, которые длились довольно долгое время, и это такой мощный источник для обучения себя. Поэтому жизнь – это главный учитель. Если говорить, мне, в принципе, интереснее всего, то есть то, что я знаю про себя, мне интереснее учиться другими людьми. То есть я люблю ходить на какие-то курсы, желательно живые, не в онлайне, физически, с кем-то ещё знакомиться, получать знания не только от преподавателя, но и от тех студентов, с которыми я учусь. Поэтому вот так вот я учусь. Влада, какое будет следующее ваше образование? Дайте мне закончить MBA. Но следующее – это что-то связанное с урбанистиком, с пространствами и с большими дизайнами, дизайнами больших пространств. Моя мечта – стать проектным менеджером в IT, говорит Стуся. Сейчас учусь на международном бизнесе. Подскажите, какие скиллы стоит сейчас развивать? Мне 19 лет. Так, что у нас по времени? У нас есть ещё 7 минут, и, наверное, мы постараемся быть в тайнинге. Смотрите, Стуся, английский обязательно, что-то с презентацией живёт своей жизнью. Коммуникативные навыки обязательно, то есть как вы общаетесь, о чём вы общаетесь, как вы себя позиционируете. И третье – это понимание людей, потому что, когда вы работаете в проектах, это понимание природы каждого конкретного человека, какой он, о чём он, что ему важно, что его мотивирует, какие подходы ему, подходить. Ну, и четвёртый – это классический проектный менеджмент. Agile, Scrum, то есть как управлять проектами, как управлять временем. Вот, Time Management. Видите, я уже, мне кажется, накидала много зон для того, чтобы куда расти и чем развиваться. Так, Анна спрашивает, как искать работу в IT без опыта работы в этой сфере, если HR и даже среди джунов дают предпочтение кандидатам с опытом? Ань, смотрите, мне кажется, это тоже какая-то убеждение, установка, что я сама, как HR, и я знаю, что есть какие-то моменты у нас вакансии внутри команды, когда мы искренне хотим видеть ребят без опыта, мы хотим видеть ребят, которым 18, 19, 20 лет, которые сейчас какой-то другой картинкой о мире, с другой ментальностью, с другим представлением о том, как вообще проявляться и реализовываться. Поэтому ничего подобного нет такого, знаете, что там, предпочтение только тем, кто с опытом. Неправда. Очень многим компаниям нужны молодые ребята, которые привнесут новые какие-то взгляды, новые подходы, новую скорость. Знаете же, вот это есть теория поколений. Вот поколение Z сейчас очень важное, так что все возможно, пробуйте. Ой, ребятушки, я боюсь, вам на все не отвечу. Давайте идем по списку. Саша спрашивает. Спасибо, честный, хороший ответ. Если я тебе сферы не по душе, но там больше всего денег, стоит туда идти? Не знаю. Правда. Смотрите на то, что вам сейчас важно. Например, бывают ситуации, когда мы становимся в ответственность за тех людей, которые нам близки, за свою семью. И ты понимаешь, что сейчас, как бы выбирая в приоритетах между деньгами и какими-то мечтами, я могу выбрать на какой-то период жизни приоритет в финансе, потому что я понимаю, ради чего это, зачем я это делаю. И тогда, конечно, ставьте в угол-угла деньги, и это нормально, и это вообще не стыдно, и это очень достойно. Но бывают периоды, когда ты говоришь, нет, я хочу все-таки идти к своей мечте, и я не готов тратить свое ценное время на то, чтобы зарабатывать деньги. И поверьте, за этим придут деньги. То есть я знаю ребят, которые повернуты на своих каких-то идеях. Вот у нас к нам сейчас зашли клиенты, которые украинские девчонки, которые начали шить ледяную одежду, пижамы. У них сейчас миллионные обороты, они продаются в Штатах. Они начинали там с подвального, гаражного, какого-то кооператива, но их реально это первое. Они же просто шили классные льняные пижамы. На минуточку, две девочки. Поэтому смотрите, смотрите на вашу жизнь, на то, как разворачиваются ваши события. Так. Евелина, как научиться понимать, какая больше всего профессия подходит? А давайте я так спрошу. Ребят, у нас сейчас через 4 минуты мы заканчиваем, и я вижу, что есть еще много вопросов. Мы можем закончить вовремя, и я сейчас еще отвечу на один вопрос. Или, например, мы чуть-чуть еще захватим минут 15 и с вами еще пообщаемся, как бы вы хотели. Продолжаем или нет? Поставьте плюс, если продолжаем, поставьте минус, если вы хотите передохнуть. Класс. Хорошо. Тогда идемте по вопросам. Трун-тун-тун-тун-тун. Эвелина спрашивает. Все, давайте без плюсов, потому что меня тогда сбрасывает больше назад. Я не могу скролить, мне приходится заново вопросы. Так. Как научиться понимать, какая больше всего профессия подходит человеку, где он будет расти? Я не знаю, надо пробовать, Эвелина, надо пробовать разное, начните с чего-то, найдите, начните с чего-то, что сейчас идет легче, или начните с чего-то, где сейчас для вас больше энергии, челленджей, вызовов. И вы знаете, сейчас же такой чудесный мир, что мы можем за свою карьеру поменять столько разных профессий, и это так круто, потому что если раньше ты там, не знаю, выбирал профессию, это было на все, всю жизнь, и прям были династии людей, каких-нибудь, я не знаю, банкиров, врачей, художников, музыкантов. Сейчас, класс, попробовали, не пошло легко, изи, поменяли, пробуйте следующее. Вадим, как развивать критическое мышление? Ой, Вадим, спасибо, классный вопрос, хороший вопрос. Несколько у меня будет советов, давайте ограничусь тремя, потому что там может быть много. Первое, критическое мышление развивается через вопросы. Опять же, кому это выгодно? Почему эта информация появилась? А что на самом деле за этим стоит? То есть, если вы читаете какую-то информацию, не воспринимайте ее на веру. Проверяйте ее и задавайте вопросами. Ищите действительно, чья выгода там может быть, что на самом деле за этим стоит. Это первое. Второе, я когда училась на культуролога, у нас был такой предмет, называлось источник оведения. И мы всегда старались найти первоисточники. То есть, откуда идет источник информации. И сейчас трушная журналистика на самом деле приходит к этим тоже знаниям. То есть, где на самом деле, кто это сказал? Где это было опубликовано? На каком источнике? Этому источнику можно доверять? Или это фейк? Поэтому вот это второе. И третье, как развивать критическое мышление? Давайте два. Хорошо? Мне кажется, этого вполне достаточно. Спасибо. Виктор. Как перейти менеджер в проектов изменяйте сферы в IT-сферу? Все рекрутеры разводят руками. Нам нужны люди, которые работали в IT. Виктор, хороший вопрос. Смотрите. Тут может быть два сценария. Первый, что, опять же, развиваем критическое мышление. Первое. Это правда. И рекрутеры, которые разводят руками и говорят, что нам нужны люди в IT, которые работали только в IT, говорят вам правду. Может быть. А может быть и нет. А может быть, это вежливый отказ, потому что, ну, они не знают, как по-другому вам отказать. И вы должны сами сейчас на себя примерить и почувствовать, что мы на самом деле, когда нам отказывают на собеседованиях, мы по чесноку, по-хорошему, мы знаем, почему нам отказали. Это правда, вот такая, как бы, приятная нашему эго отказ, что, ну, потому что я не из этих. Или там что-то во мне, с чем мне еще нужно разбираться. Например, уровень языка. Я не понимаю процесс разработки, там, программного обеспечения. Я не владею методологией, например, скрам, которой практически все IT-менеджеры работают. Я другой корпоративной формации, я другой не-IT-шной культуры, потому что, знаете, мы часто видим, когда мы пытаемся привлечь ребят в IT из сфер, которые не-IT-шные, они какие-то реально другие. То есть, IT это более какая-то динамичная, более открытая, более прогрессивная, менее бюрократичная корпоративная структура. И бывает, что какие-то такие, знаете, крупные там, банковские бизнесы, я не знаю, там, производственные, правда, нужно перестроиться, правда, нужно стать более легким, более гибким, более прогрессивным. Поэтому я бы советовала, когда вы получаете отказы на собеседование, будьте им очень благодарны. Если вы считаете, что это вежливая такая, знаете, как бы отмазка погладить вас по эго, чтобы вы не расстроились, попросите честный ответ. Скажите, вот знаете, у меня так важно, если вы мне скажете честно, это действительно оно или нет, или что за этим стояло. Ну, и попытайтесь сами найти эти ответы. Вы сразу поймете, где вам развиваться и что еще делать. Так. Василий спрашивает. Какие обычно требования на вакансию у проект-менеджера войти? Какие навыки проверяют на собеседовании? Василий, мне кажется, я ответила, да, там выше ребята спрашивали, то есть английский people management, это то, как вы работаете с людьми, как вы понимаете людей, project management, то есть как вы управляете проектами, как вы вообще понимаете, что такое управление проектами и управление временем. И, наверное, просто бизнес, вообще понимание бизнеса как такового, то есть для чего нужен менеджер проекта, какую он роль и ценность выполняет, какую он ценность приносит клиентам бизнеса, какую он ценность приносит команда. Вадим спрашивает, какие инструменты по тайм-менеджменту я использую. У меня есть Treo, где я пишу все свои личные и рабочие задачи. У меня есть Google календарь и у меня есть ноут, в котором я пишу заметки. Бывает, когда у меня больше задач, я еще подключаю всякие тайм-трекеры, когда мне нужно понять, если я понимаю, что у меня какие-то интересные интеллектуальные задачи, на которые я не понимаю, сколько времени они у меня могут занимать, но они будут повторяться, я трекаю свое время. И я потом понимаю, окей, то есть чтобы подготовиться к презентации в среднем, мне нужно три часа. Хорошо. А чтобы мне разработать какой-то курс, мне нужно неделю. А чтобы подумать о стратегии, это, например, как минимум восемь часов интеллектуальной работы, какой-то креативной работы и так далее. Ольга спрашивает, как быть не молодым и без опыта войти? Важная тема, я о ней много говорю, выступаю, даже писала какие-то статьи. Если вы зайдете в наш блог, там прямо у меня целая есть огромная статья про эйджизм, в IT и вообще. Но, Оля, хорошая новость первая в чем, что сейчас, во-первых, очень сместился фокус, что такое молодость. И даже Всемирная организация здравоохранения говорит, что молодость это до 45 лет. Поэтому мне в моей 38 я еще считаю, что я молода, прекрасна и я еще в расцвете своей молодости. Соответственно, взрослая жизнь это 45, 65, это мы опять же говорим Всемирная организация здравоохранения. И действительно так, поэтому все очень относительно, если у вас просто есть пунктик по поводу того, что вы не молоды, опять же работайте с собой. Нет, молодость это состояние души, молодость это количество энергии. Вот. Я знаю, у меня есть знакомая, которая сейчас подружайка моя, которая была финансовым директором, вышла на пенсию, освоила какой-то дизайн, флористику. Какое-то время работала флористом, мы так с ней познакомились и подружились. Вот. Потом она поняла, что флористика это не ее, она хочет пойти в IT. Она выучилась на тестировщика. На тестировщика у нее не очень получилось попасть. Она сначала начала с офис-менеджера в IT-компании, сейчас она работает в ведущем тестировщика в каком-то крупной аутсорсинговой компании. Поэтому, опять же, да, трен-тен-тен. Влада, давайте, Влада, последний вопрос, и я вас уже буду благодарить и отпускать. Как побороть страх ходить на собеседование? Как думать, когда думаешь, что твоих знаний недостаточно для работы? ой, хороший вопрос про страхи. Сейчас подумаю, как вам найти вот корни этого ответа, такую природу, чтобы самое главное сказать. Не знаю, поможет или нет, но две вещи, наверное, скажу. доведите свой страх до какого-то абсурда, прям полностью погрузитесь в нем, изучите его хорошо, поймите, чего вы боитесь. Вы боитесь отказа, вы боитесь, что вы не понравитесь, вы переживаете, что у вас высокая важность поиска именно этой, получения именно этой конкретной работы, и этот отказ для вас будет равно, что вы какая-то не такая, что с вами что-то не так. То есть, разберитесь с этим страхом. У каждого на самом деле страхи очень, ну, природа страхов очень разная. И поработайте с этим, потому что на самом деле с вами всегда все так, все окей на любом этапе. И это просто опыт и путь. И знаете, вот есть такой как бы пример, что самое безопасное место это в центре цунами. То есть, самое безопасное место страха это быть в центре страха, то есть, быть в нем и начинать ходить на собеседование, и начинать пробовать. Все, просто начинаете, знаете, там, глаза боятся, руки делают. Опять же, смотрите, проходить собеседование это навык. И подойдите, например, к этому как проекту. Не ставьте себе, ставьте себе цель какую-то реальную, то есть, не ставьте себе цель получить работу после собеседования. Поставьте себе цель научиться проходить собеседование. Это же хорошая цель, она понятная, она измеримая. Например, я хочу пройтись там, три собеседования, и для меня будет цель на то, что, например, меня уже там, или для меня будет цель, чтобы мне ответил HR-менеджер на мое резюме, и это уже классная цель, и вы уже чувствуете класс, я молодец, я достиг, и дофаминчик такой, хоп, и вырос, и уверенность такая, хоп, и выросла. Вот, поэтому раздробите тоже поиск работы на какие-то более промежуточные цели и составляющие. Составить резюме, чтобы вам ответили на резюме, чтобы вам позвонил или написал HR-менеджер, вы с ним поговорили, чтобы я просто сходил на собеседование и понял, как это, и каждый раз рефлексируйте, смотрите, что было хорошо, за что вы себя можете похвалить, где вы растерялись, что у вас не получилось, что можно сделать лучше в следующий раз. И заручайтесь поддержкой близких. Всегда интереснее, веселее, найдите себе такого бадди, приятеля, с которым вы будете вместе искать работу. И поддерживайте друг друга, делитесь опытом. Это, на самом деле, сделайте из этого клёвое какое-то приключение, игру и классный опыт. Кайфуйте в этом процессе. Класс, вам отказали, вы такие, ну, клёво. Поделитесь, отметьте, устройте, это отличный повод для праздника. Так, вот, всё, мои хорошие, я буду заканчивать. Найду последний слайд, который я там вам хотела показать. Так, оно всё медленно листает, но это важный слайд, поэтому давайте дождёмся его. Чик-чик-чик. Так, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Как оно так перелисталось? Вот, смотрите. Мойте руки, ребята, правда, это серьёзно. То, что сейчас происходит, это важно, поэтому будьте ответственны. Я вот, например, в последний день успела прилететь из Испании перед закрытием границы, прям в последний час, когда людей впускали, и я две недели на самоизоляции. Сама, дома и ничего, потому что это ответственно. Мойте руки, сохраняйте социальное дистанцирование. Мы не в зоне риска, но подумайте о тех людях, которые в зоне риска, это важно. Мечтайте и действуйте щедро, вот прям широко, не бойтесь, пробуйте, падайте, синяки. Вспомните, в детстве мы так часто падали, всё заживало, всё заживёт, не бойтесь. И будьте счастливы. Мне кажется, это тоже одна из таких важных целей, ради чего мы пришли на эту землю. Всё, я вас благодарю, я вам желаю успехов. Наши контакты есть в Индиго-блог, там мы пишем в том числе про карьеру, про возраст, про разные. Почитайте наше резюме, мой Фейсбук. Не всех добавлю, потому что у меня там уже мало друзей, но подписывайтесь как фолловеры, я там периодически что-то важное выкладываю. Всё, благодарю, пока-пока.